Помогают в решении проблемных вопросов и интернет-портал и диспетчерская служба 115. Теперь о вопросах жилищно-коммунального характера можно сообщить в один клик или в один звонок. Проблему надо просто сфотографировать и выложить в интернет-портал «Мой город», который открыт на сайте 115 бел. Такой виртуальный диалог между населением и ЖКХ стал привычным для сотни городов Беларуси. Система уже доказала свою практичность. Впрочем, авторы проекта планируют сделать его еще более удобным. Как именно, узнала Анна Ковалева. Люк ливневой канализации просел. Рядом яма, в которую запросто мог угодить случайный прохожий. Опасный участок тогда попал в объектив телефонной камеры Ольги Можаевой. Фото женщина отправила на сайт 115 бел. Сигнал получили дорожники и реанимировали люк в считанные дни. Я отправила этот запрос. Очень удобный, очень удобный. Не надо никуда не ходить. Сфотографировал, написал проблему и увидел результат в конце концов. О том, что пользоваться услугами сайта и контакт-центра удобно, подтверждает и Галина Степаненко из Гродно. В квартире пенсионерки батареи дали сбой. Температура в комнатах держалась в режиме 25+. О проблемах с отоплением женщина сообщила утром, к обеду все вопросы были решены. Этот дом еще один удачный пример виртуального общения. Буквально две недели назад фасады были в неприглядном состоянии, подъезды обклеены объявлениями. А вот специальных стендов для бумажных сообщений не было. Тогда жильцы оставили заявку на 115 бел. Результат не заставил себя ждать. К слову, в решении таких проблем в любую минуту готовы помочь более 30 служб и организаций. К ним просьбы поступают от модераторов портала. Если интернет-пользователь опубликовал еще и снимок проблемы о ее устранении, должны отчитаться и тоже прислать фото. На все 8 дней. Однако, к примеру, просьбу об озеленении смогут удовлетворить только в определенный сезон года. Вот как раз поступил запрос «Ямы выступи на проезжей части дороги». В течение 24 часов этот запрос будет отдан в работу и ответственный исполнитель будет им заниматься. Именно сюда стекаются все заявки, как виртуальные, так и телефонные. Такие диспетчерские работают почти в 130 городах страны. Только Гомель ежедневно принимает 50 заявок на портале и около 500 по телефону. Среди активных пользователей в сети более 80 тысяч гомельчана. Сайт в этом областном центре работает примерно полгода. За это время решили почти 200 тысяч проблем. В планах усовершенствовать систему. Меньчане, как модератор этого сайта, пообещали в текущем году подключить нам вайбер-чат. Это программное приложение Viber, где каждый гражданин при возникновении какой-то проблемного вопроса, он вводит туда адрес и сразу же в режиме онлайн приходит сообщение, по какой причине, допустим, там нет горячей воды или холодной, или электроснабжения, когда оно появится. В Минске это уже есть. Вот они обещали на другие областные города это тоже воплотить. В Минске портал заработал чуть больше трех лет назад. За это время уже поступило около 6 миллионов звонков. Еще один плюс. Все интернет-обращения аккумулируются и позволяют создать карту самых проблемных точек в стране. И подсказать коммунальным службам, на что обратить внимание в первую очередь. Вот эта вся аналитика, которая появляется в регионах, она способна местным органам власти, райисполкома указывать на те вопросы, на те проблемы, которые существуют сегодня в отрасли, на что обращают внимание граждане. И исходя уже из этого, обращать внимание на формирование планов работы. В ближайших планах добавить опцию, при которой заказать специалиста для решения проблемы, люди смогут в удобное для себя время. В Минске работа по воплощению идей уже запущена. Кроме того, колл-центр и интернет-портал «Мой город» на базе 115 бел в ближайшее время объединят в общереспубликанский сервис под названием «Моя Беларусь». Он будет доступен жителям всех областных центров. Анна Ковалева, Юрий Корнилович, Александр Кавелич, Александр Мурашкин, агентство теленовостей.